В честь Дня гражданской обороны в пожарной части номер 303 состоялся открытый урок для школьников, посвященный пожарной безопасности. Как уберечь себя от опасности узнали и наши корреспонденты. Чем нужно закрывать лицо, как привлечь к себе внимание и нужно ли слушаться родителей в чрезвычайной ситуации, узнали ученики младших и средних классов на открытом уроке, организованном работниками пожарной службы города Латкарина. Мероприятие было приурочено к празднованию 86-й годовщины Дня гражданской обороны МЧС России. В этот значимый для каждого спасателя праздник пожарная часть номер 303 распахнула свои двери для юных посетителей. Пожарные рассказали о самых важных правилах поведения при пожаре и основных опасностях, подстерегающих неосведомленного потерпевшего и самого спасателя. Объяснили, как реагировать в случае чрезвычайной ситуации и показали устройство сложного пожарного оборудования, с которым не может обращаться никто, кроме обученного специалиста. Если вы на высоком доме и на последнем этаже, надо кидать всякие вещи, кружки, тарелки, все, что бьется, чтобы привлечь внимание людям. А еще, если нельзя выйти из квартиры, нужно намочить тряпку и приложить, чтобы дым не попадал. А еще накрыться мокрое одеяло. Сложность пожарной экипировки и индивидуального оснащения требует от спасателя немалой сноровки. Оперативность реагирования также важна, как и смелость самого пожарного. Он блестяще, он отражает тепловые излучения, тем самым предохраняя работника от каких-либо там травм и ожогов и тому подобное. Школьникам удалось посетить и самое важное место в части – диспетчерскую. Прием экстренных вызовов, определение места пожара и отправка спасательной команды происходит именно отсюда. Пожарный расчет по рации передает все данные о пожаре или чеченном происшествии. Диспетчер записывает и в случае, если необходима помощь, связывается с центральным пунктом пожарной связи и высылает дополнительную пожарную технику. Также учащиеся увидели экипировку спасателей прошлого, узнали историю самой части и особенности работы современных борцов с огнем. Девиз пожарной охраны – предотвращение. И вот для того, чтобы предотвратить пожары, необходимо воспитывать уже с малого поколения, вот у нас они ходят из детского сада, чтобы дети знали, как нужно себя вести при возникновении пожара, чрезвычайной ситуации и как нужно действовать, чтобы не возник пожар, не возникла чрезвычайная ситуация. В завершении экскурсии ребята поздравили пожарных с их профессиональным праздником и поблагодарили за опасную, но необходимую для всех службу. Поздравляем вас с праздником гражданской обороны. Ребят, нам понравилась экскурсия? Да, очень понравилась. И еще раз спасибо огромное за то, что мы можем доверить вам нашей жизни. Три, четыре. Спасибо! Максим Белозеров, Александр Тестов. Новости Латкарина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова